Лака, пройдемся немножко по лакам, попросим Вадима немножко рассказать. Что, есть лаки, как все наверняка знают, кто-то и не знает, то я скажу, есть, они подразделяются на МС лаки, ХС лаки. Вот Вадим, давай подожди, давай вот мы на этом немножко заострим внимание. Люди не понимают вот эти буквы, ХС, ВХС, МС, что они означают? Я так тоже, ну, по-правильному на английском языке не скажу. Ну, своими словами. В школе плохо английский учить. В лаках есть МС, ХС, УКС, и все оно, в принципе, отличается друг от друга количеством сухого остатка, который есть в лаке, ну, самый, допустим, как бы так сказать, простой лак, это МС будет. На что он влияет? Соответственно, там меньше сухого остатка. В ХС он уже твердым считается, там уже больше сухого остатка. В УХС его еще больше, потому что это уже там лак высшего уровня считается. На что он влияет? Чем больше в лаке сухого остатка, тем лак крепче, тем он плотнее, тем он менее подвержен воздействию лучей солнца, то есть ультрафиолетов. То есть лак краской не выгорает. Предохраняют краску и он плотнее получается, если большой сухой остаток. То есть те же ветки. Он плотнее, он жестче, он тверже. Так же самое расход лака, чем больше сухого остатка, расход его будет меньше. Если взять, ну сравнить МС лак, МС лак и ХС лак, да? Если МС лак мы ложим в три слоя, покрываем, допустим, крыло или дверь, то ХС лак достаточно полтора, ну два слоя. Вот этого достаточно. Мы экономим, получается, грубо 30% лака. Ну и по производителям, давай вот по производителям посмотрим. Какой, сравним немножко. Возьмем лак, такой ходовой, из профикса. Он более ходовой, да? Да. Он МС лак, он еще мягкий. Ну, для простого гаражного ремонта, в принципе, очень-очень подходит. Легко наносится, легко растекается. Дает нужный блеск полирования. Полирование, если сравнивать с ХС лаком, с ХС, да? То если ХС ты уже будешь на следующий день, сегодня покрасил, на следующий день уже будешь полировать его и не бояться ничего, то все-таки МС лак, это относится, в принципе, ко всем МС лаком, их надо более дольше ждать, вот для того, что неделя, а может и месяц, когда он хорошо закристаллизуется, чтобы потом полировать. То есть, ХС все-таки можно быстрее, да, полировать до 50-х суток? ХС, да, но на следующий день уже можно полировать без вопросов. Если однокомпонентный лак, тоже по леклеру есть такой, ты его будешь полировать уже через 3 часа. Ну, однокомпонентный разобрали, осмотрелись. Да, мы, кстати, разобрали однокомпонентный, но ненадолго. Сейчас мы пойдем, завезем. Пользуется спросом, это недавно мы показывали, однокомпонентный, он быстросохнущий, да? Да, быстро сохнет, и ему температура не так важна, чтобы он высоко закристаллизовался. То есть, вот народ почувствовал и разобрал все. Но, как бы это все завозится, все это и есть. Лаком, да, вот. Вот, допустим, вот ХС, легкий. Отлично наносится, хорошо, легко. Достаточно его полтора-два слоя нанести. Если дать, вот в камере, допустим, если красить, либо есть возможность в гараже просто поднять температуру, допустим, зимой или поздней осенью, да? Им покрасили, дали температуру, он растекается, в момент, и становится как стекло. Полировать, я думаю, уже на следующий день будете полировать. То есть, много времени ему не требуется, вот, 10 дней, да, как МС-ки? МС, да, МС, надо ему больше дать времени, чтобы он высох, кончательно, закристаллизовался. В принципе, на следующий день тоже полирует МС. Ну, лак получается мутный, как вы пробовали, да. Мутный и царапины получаются. То есть, даже вы можете, где-то у вас чуть-чуть подсохла полиролечка, и вот этим подсохшим кусочком прошлось, и поцарапали ему. Все равно, получается, как? Ты его заполировал на следующий день, а он еще до конца не закристаллизовался. Пройдет время, все равно... Помутнеет все. Все равно потом опять надо будет полировать. Да, понятно. Хотел спросить, мы тогда все смотрели, да, а я так и не спросил, какие краски у вас на подбой? У вас вот чисто Лехлер или еще какой-то производитель? Есть так же само, мы представители Лехлера и Профикс, но вот две этих первые у меня на подборе. Есть Пойта Полехлера, это итальянская, отличного качества, и Профикс польская фирма. Два подбора. Профикс чуть дешевле, у Лехлера чуть дорог. Ну, разница большая вообще? Ну, я уже как-то говорил, если по пятибалльной системе не сравнивать, то Профикс на четыре балла, Лехлер это пятерка. Ясно, как. Но Лехлер вот еще с какими-нибудь производителями близко такие довольно-таки известные фирмы у нас есть, какие-нибудь краски. Типа, допустим, с чем можно поставить, как бы на одну ступеньку, да? Таких более известных взять тот же самый РН. Это одного уровня. А сикенс вот, допустим? Сикенс. Сикенс он будет... Я сикенсом не работал, не знаю. Так что мы точно не сказали. Что сказать? Ну, я скажу, вот мы даже в баллончик заправляли, да? Мы Лехлер разводили, да? Не помню? Да, что в баллончик заправляли? Да. Или Профикс? Наверное, Профикс был. Профикс, да. А, ну вот с этого ряда брали, да. Да, значит, профикс. Ну, я вам скажу, что в баллончиком мы покрасили крыло из баллончика. В баллончик загоняли с лыгра. И у нас еще оставалась краска. То есть укрылистость вообще замечательная. Я даже скажу, на уровне сикенсом. Потому что я сикенсом постоянно к нему пользовался. И, то есть, вот мне нравилась укрыстость. И Профикс, вот что меня удивило, с баллончиком же обычно не закрасишь. А тут, как бы, буквально с первого прохода уже у тебя бьет в цвет. Нет, Профикс на самом деле это хорошая фирма. Это хорошие качества. По укрылистости, да. Ну и немножко пройдем по грунтам. Как бы я объяснял, грунты есть антикоррозинные, то есть кислотные, которые избавляют вас немножко от ржавчины, да, то есть от той, что вы не смогли дочистить до конца. Есть эпоксидные, которые имеют очень плотную структуру и защищают ваш металл от ржавения, то есть от попадания влаги и воздуха за счет своей плотной структуры. И наполняющие акриловые грунты, которые... Ну, то есть вы уже выравните поверхность, это последний слой грунта перед покраской. Ну, вот Вадим еще говорит, что в Лехнере, Лехлер фирма, да, там еще есть такой, еще акриловый грунт, он еще немного получше, то есть дает меньше усадочки. Ну, сейчас как бы по ходу все и расскажем. Давай вот по Лехлеру, по грунтам. Скажу про Лехлер, итальянские грунты. Сейчас у меня есть в наличии реактивный грунт по Лехлеру, есть эпоксидный антикоррозийный грунт, есть обычный наполнительный грунт, и есть также самонаполнительный, но уже суперкачество, которое просадов практически не дает. Покажи, как он выглядит, он есть у тебя? Он гринтифиллер. Вот это очень-очень самый лучший грунт. Очень плотный, тяжелый по тяжести. Он с отвердителем идет вообще? Конечно. А сколько пропорция? Пропорция его 1 к 5, то бишь 20% всего на всего добавляется отвердителя, остальное все занимает грунт. Ну и потом как бы разводишь его уже под нужную тебе консистенцию растворителем. Ну, растворителем уже, как какой эмалер уже привык. Ну а чем вообще порекомендуете разбавлять? Каким разбавителем? Самый хороший вопрос. Многие-многие наши гаражники, да, которые в Бресте, да и не только в Бресте, насчет этого вопроса даже не заморачиваются. Льют там белорусский растворитель, нафтановский, так вот до того, что даже нитро-растворитель с 5-ти литровых банок. На самом деле нельзя. Все, все не бьют и думают, что все хорошо прокатит. Нет. Ничего подобного. Ну чем это чревато? Чревато тем, что, допустим, наш растворитель, белорусский, имею в виду, да, не говоря уже про нитро-это, вонючий растворитель, он высушивает, выжигает, выжигает вот этот грунт, да любой грунт, выжигает. Все правильно, он нанесется, он будет хорошо, кажется, все нанесли, он высох, лег, хорошо, не рвет его, не подымает, все чудесно, но он высушивается, он потом дает просаду, либо еще что-то. То есть разводить... Покрасить, и потом так же само оставляются ореолы после него. Это 50, если не больше, процентов всех нюансов это из-за растворителя. Ну вот эти вот просады часто спрашивают, да, действительно ореолы, то есть это, ты считаешь, вот именно из-за того, что разводят люди, чем попало, да? Ну а вот к нему идет какой-нибудь разбавитель? Естественно, можно посмотреть вообще, есть он? То есть он идет... В таких банках так же само по... Он есть медленный, есть быстрый, есть обычный. То есть вы на разлив тоже даете его, да? На разливу даете. То есть такую банку это, конечно, много. Пожалуйста, клиенту надо налил, сколько надо. А вот, давай еще, знаешь, много спрашивали по краскам, вот, чем краски разбавляют? То есть то же самое относится и к краскам, да? Вот я еще хочу... Про разбавление. Подожди, заострить внимание на грунте, потому что антикоррозийном, эпоксидном, вот этом, да? Просто, чтобы люди знали, каждой такой вещи, то, что антикоррозийное или реактивное, или вот эпоксидное, каждой своей вещи такой идет специально свой отвердитель и специально свой растворитель. Это обязательно. Если человек, человек, литерат, да? Эпоксидный, антикоррозийный грунт, ну, ржавый у него там что-то и хочет покрасить, более обезопасить с этим, идет свой специальный отвердитель. Это каждая такая вещь. Не обязательно, что это будет лехлер. Это так же самое может и к наболу относиться, и к РМу, и к Профиксу, к любой. И так же самое, к каждой такой вещи идет специальный свой растворитель. Вот, допустим, он в антикоррозийный эпоксидный грунт идет. Если человек нальет какой-то свой растворитель, в принципе, ничего страшного не будет. Оно все ляжет, все покрасится, все высохнет, и потом краску покрасите, и лак, все будет хорошо. Но сам эффект антикоррозионный, то есть свойства антикоррозионного, они теряются. Они теряются. Для чего тогда брать антикоррозийный грунт, а лить какой-то свой растворитель? Нет смысла. Поэтому всегда надо брать и растворитель специальный. Да, то есть каждому материалу есть свой растворитель. То есть именно того производителя. И, допустим, вы взяли Профикс, не надо от Лехлера его брать, а берите именно от Профикс. То есть все уже... Да, если Профикс, берете Профикс с растворителями. Да, все заточено под свой материал. На пол берете так же само на пол. Ну, вот это вот, кстати, очень интересная тема про разведение. Так что смотрите. Многие вот эти частые косяки с просадками материала, да, некоторые говорят, вот ореолы рисуют, как бы, ореол, он и получается в основном из-за просадки. То есть другие растворители, да, ну да, можно добавить там, если нету, да, если машина там не столь важная. Но если вы делаете хорошую машину и хотите сделать хорошее качество, разбавляйте своими растворителями именно теми фирмами, которыми, ну вот, допустим, если это Профикс, то Профиксы мы разбавляем. Если это Лехлер, то Лехлера мы разбавляем. С других фирм не берите это одно, ну и уж тем более 646, 7, 8, там вот эти вот дела тоже, они не идут для этих дел. Ну еще немножко, вот мы отвлеклись, за кадром поговорили и решил все-таки эту тему тоже рассказать. Вот многие путают, что такое биндер, да, что такое для переходов всякие дела. Ну, попросим Вадиму рассказать нам, немножко прояснить эту тему, разогнать тумас. про биндер вот это мне интересно и живицу вот эту. То, что маляра говорят биндер, биндер, либо про живицу для переходов. То есть более правильно будет говорить живица для переходов, либо растворитель для переходов. Выглядит оно в банках вот такая штука. Это прозрачная, как бы так проще сказать, прозрачная смола. либо смола для переходов многие называют. Размешивается она с растворителем своим же. То, что говорят биндер, вот, да, есть в баночных биндер, написано биндер, либо вот смола, либо тоже биндер многие говорят. Для чего? Многие наши гаражники, да, они, чтобы сделать переход на краске, на металлике, да, они используют биндер. Правильно будет, на самом деле, все-таки, не биндер вот этот использовать, а по всем заводским канонам должно использоваться вот эта живица для переходов, для переходов на краске, на металлике. есть растворитель для переходов на лаке, на акриле, и есть живица для переходов на краске, на металлике. То есть, это две разные абсолютно вещи. это такое более простое. Остановимся, я расскажу немножко про биндер и про живицу. В чем разница и в чем ошибка использования того, либо другого. когда наши маляра в гаражнике пользуются биндером, что они делают? Допустим, красят крыло и на крыле надо сделать переход по краске на металлике. Они скрывают сначала биндером вот этим простым, обычным. Что он делает? Вы его нанесли на крыло, он что делает? Он просто создает верхний жиденький свой по верху. Потом по этому верху вы красите металликом, раскладываете зерно, делаете переход. Что делает зерно? Оно все правильно. Оно в этой жидкой прослойке утопает, ему легче распространиться, расформироваться в этом жидком слое. Но все равно, когда оно все высыхает, где-то зерно станет грубо говоря раком, где-то ляжет, где-то чуть не так. Угол поменяет. Угол поменяет, ну и соответственно не то будет. Что делает вот эта нужная нам живица для переходов? ляжет. она делает? Она так же самая перед покраской непосредственно наносите ее на крыло. У нее такие свойства, что она разжижает старой краски. То есть старый лак, старую краску. Вы потом, когда делаете на нее напыл зерна серебра, ну либо краски там, какой вы делаете переход. Получается, что новая краска, вот эта свежая краска, что напылили, и та старая краска срастается. вот так срастается. То бишь за счет того, что вот эта живица старый слой краски, она ее немножко растворила, все оно как бы приподнялось. новую краску наносите, старая краска, новая краска, срастается, одна в другую въедается, и практически вот этого перехода минимум, что можно заметить. Вот в чем особенность, в чем свойство, и в чем разница. То есть биндер не разъедает так нижний слой, он просто помогает расползаться в самом же биндере. Он просто создает вот эту мокрую основу, в которой все делает краска из одной и другой переход. А вот это же, оно именно как бы развит. То есть некоторые называют растворитель для переходов, то есть вот эта живица для переходов. Кто как называет либо жирица для переходов, либо растворитель для переходов, либо смола для переходов. Допустим, я вот так слышал. Ну вот смолу больше путают, как раз она больше к биндеру относится. но многие смола это больше биндера. Это больше биндера. Но биндер, я говорю, это не есть правильная хорошо. А для чего вообще биндер используют? Для чего биндер вообще используют? Прямое его назначение. Прямое назначение это в подборе. В подборе красок. И чем он служит? Связующим каким-то звеном? Да, он является связующим зерном в самой краске. И что основное его в краске, когда подбор делает, просто он помогает зерну, зернам, перламутр, либо металлик, либо ксераллик, неважно, что там будет. Он помогает правильно распространиться во всей краске. Биндер, что делать непосредственно назначение? Биндер, смола, кто как называет. Вообще это предназначено для подбора. Это использует колорист. что оно делает? Когда красочка, делаем краску, и там присутствует зерно, неважно, металлик, ксераллик, перламутр, любое зерно, туда добавляете биндер, вот этот, смола, и оно просто способствует вот этому серебру просто правильно расформироваться во всем во всем общем объеме краски. То есть вот так. Оно как бы так сказать по-простому, оно просто является дорожкой для зерна. Туда ушло, туда ушло, туда ушло. Правильно растеклось. ну, проживецу как бы еще будет небольшая такая эпопея, как бы у нас стоит это рену, да, миган. То есть, наверное, мы возьмем 100 грамм и посмотрим все-таки как ведет она себя на переходе. Там переход у нас будет большой, так что будет как бы для сравнения места. То есть, посмотрим, как это все работает. И немножко тут про технологию нанесения перехода. Вот, Вадим подсказалось, что она немножко по-другому делается. То есть, переход делается в обратную сторону. Это и будет небольшая интрижка, то есть, я вам покажу, как правильно сделать переход по технологии. Дядя Олежа не так делает, как это действительно рекомендует. Но это рекомендуют технологи завода, да? Это непосредственно вот на заводе в Польше, в Познане я был. На заводе непосредственно Лехлер в Италии. Тоже там он был. И вот непосредственно сам технолог итальянский в Ивануру галахронный вот его физиономия. Посмотрю. Вот. черный. Черненький вот этот? Да, черный. Он на Лехлеве технолог на заводе. Вот он все показывал, все рассказывал. Сами мы там пробовали, как это все делается. но разница вообще ощутима. Вот он показывал обоими способами. Да. Разница есть. Что так, что так. Допустим, брали хорошее серебро, чисто серебро, да? И красили таким способом, красили таким способом. Выносишь на солнце, разница видна. Разница видна. Понятненько. так что мы испробуем этот вариант.